Уж сколько раз твердили, будь бдителен на дороге, и железная дорога не исключение. К сожалению, далеко не все понимают важность соблюдения правил безопасности на ЖД-путях. Прогулка вдоль рельсов, то ли романтика, то ли просто привычка, в любом случае решение игнорировать тротуары и другие пешеходные зоны – беспечность. И что уж говорить про трейнсерфинг. Правда, к счастью, это уходит в прошлое, а зацеперов становится меньше. Если брать статистику, с 2017 года гораздо меньше стало правонарушений, в том числе зацеперов, так называемых. Регулярно проводим беседы в школах, в колледжах с несовершеннолетними, разъясняем им порядок проезда, правила поведения. Я думаю, что это дает результат. Сократить время в пути, сэкономить деньги на билетах или же просто испытать экстрим. Причины для совершения того или иного вида правонарушения могут быть разные, но все же, прежде чем сделать шаг, стоит подумать, могут быть последствия. Да, последствия могут быть плачевными, и, к сожалению, не всегда это просто ушибы и легкие ссадины. Риск для здоровья и жизни очень высок, а лучшее решение проблемы – упразднение ее возникновения. Здесь важна профилактическая работа, в особенности необходимо защитить подрастающее поколение. Так, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелково совместно с правоохранительными органами и общественными деятелями провели рейд безопасность. Профилактическое мероприятие организуют ежеквартально. На этот раз ловили правонарушителей на платформе «Воронок». При выявлении или даже доставлении в отдел полиции с ними проводится, в первую очередь, с ними и с их родителями проводятся профилактические беседы. Если подросток достиг возраста, привлечения к административной ответственности, то есть ему уже есть 16 лет, то на него составляется протокол в соответствии с той статьей, которую он нарушил. Если ему 16 лет нет, то просто берется объяснение, вызываются обязательно родители. С родителей также берется объяснение, они у нас их забирают под расписку в целости и сохранности. Далее материал, собранный на несовершеннолетнего, направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где уже принимается данный материал, по данному подростку решения. Рекомендуем записываться в кружки и секции, какие-то мероприятия спортивные посещать, чтобы подросток был увлечен чем-то, чтобы у него не было свободного времени, которое он мог потратить вот так вот безрассудно. Возможно, теперь правонарушители задумаются, стоит ли пренебрегать правилами безопасности. Но в любом случае, каждый должен понимать, здоровье одно, а жизнь – это самая большая ценность.